МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С пяти годика начинаю читать. Чтобы научиться буквы называть и пойти в школу, а потом уже научиться буквы называть. Тоже буквы есть, чтобы мамы читали. Вот я попросила почитать мне книжку на ночь, а они мне не почитали, потому что они были заняты. Меня вообще никто не читал. Я вообще что-то книжки не любила. Зачем книжки читать? Чтобы дети ночью заснули. Можно уже читать, самой письма читать. Если письмо пришлят, если бы тебе что-нибудь написали, и ты не смог прочитать, то надо учиться читать. И, например, они купили творожок. И им нужно прочитать, испорчен он или нет. Чтобы в школу поступить и уметь там читать. А то глупым будешь. Если написано закрыто, то не надо пытаться открыть дверь. Надо просто почитать, что закрыта дверь. Вот как мама в передний ход, в самый главный вход, открывала-открывала и не смогла открыть. А чем детская книжка отличается от взрослой книжки? Потому что в детской книжке там все детское пишут, а взрослые там все взрослое пишут. А ребятам, которые еще не умеют читать маленьким, им нужно с картинками и с буквами книжки делать. Но если ты их не запомнишь, если ты их без картинок не запомнишь, то не надо читать. Им нужно маленькую легкую книжку. И тоненькую, чтобы они успевали. Книжки? Книжки я еще такие большие, толстые, худые не читаю. Я еще такие маленькие читаю, которые слога там «Л», «Е». У меня есть дома одна книжка, единственная, которую умею читать. Я знаю сказку. Про бурутины я могу сама читать без родителей. Книжки очень интересные, детские. А еще там сказки. Я хотела отдать свои двоюродные сестренки, а она только родилась и любит читать. Но я ей уже отдал все свои книги малышачьи, и я хочу оставить две книжки хотя бы, когда у меня будет жена, и мы родим ребеночка. Они так читают, что я тоже люблю книжки. Даже для маленьких. Люблю иногда почитать немножко. Все должны научиться читать. Вот ты будешь учиться читать? Да. Зачем? Чтобы ошибки не повторялись. Удачи. 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 Удачи.